В эфире телеканала ННТ новости. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте! И коротко о главных темах выпуска. Тревожная статистика аварий. За неделю на дорогах республики погибли 8 человек. Бои без правил на федеральной трассе. Подробности массовой драки водителей в городе Дагестанские огни через минуту. А почему над нами издевают взрослые люди? Как можно? Скажи, пожалуйста, в таком состоянии. Посмотри, я здесь море посмотрю. Вот это я вот здесь лотала. Это я познаю. Это я все делаю. Глава заметил и взял на личный контроль. После вмешательства журналистов в ситуацию с общежитием в Каспийске к делу подключился и Сергей Меликов. Боевые корабли, авиация и артиллерия. Как в Каспийске отметили, День ВМФ России расскажут наши корреспонденты. В Дагестан пришла чума. Пока только условная и на учениях. Как врачи отрабатывали действия при госпитализации чумного пациента, смотрите в выпуске. Два человека погибли и шестеро пострадали в аварии, которая произошла накануне в Ногайском районе. На федеральной трассе водитель Приоры выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Лада Гранта. На месте скончались пассажиры обеих машин. Одному из них было 65 лет, другому 23 года. Остальные, в том числе трое детей с различными травмами были доставлены в больницу. Всего на дорогах Дагестана на прошлой неделе произошло 39 ДТП, в которых 8 человек погибли и более 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Мужчины, устроившие драку в дагестанских огнях, оказались водителями. Напомним, в местных популярных пабликах накануне днем появилось видео кулачных боев прямо на проезжей части автомагистрали. Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, водители пытались обогнать друг друга, чтобы не стоять в пробке. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Двух участников инцидента, 26-летнего жителя Каспийска и 34-летнего жителя Дербента, задержали и доставили в отдел полиции. Им грозит штраф за мелкое хулиганство. Глава Дагестана Сергей Меликов взял на личный контроль решение проблемы с общежитием в Каспийске по улице Алферова. Отметим, что телеканал ННТ на прошлой неделе освещал проблему жильцов. В новостном сюжете было показано, в каких нечеловеческих условиях приходится жить людям. Почему хакими жены такими живут? Почему никто не живет, их родственники, родня? А почему над нами издевают взрослые люди? Как можно? Скажи, пожалуйста, в таком состоянии. Посмотри, я здесь мою, посмотри, вот это я латала, это я поставила сюда. Это я все делаю, посмотри. Вот. Почему не можно, они делают этого? Я не знаю, как жить вот так. Если я с собой что-нибудь сделаю, я на них напишу, оставлю записку тоже. Руководитель республики поручил мэру Каспийска совместно с Минстроем региона в кратчайшие строки представить предложение по исправлению ситуации. Также Сергей Меликов поблагодарил СМИ и общественные организации за освещение данной проблемы. К другим темам, вернее, к главному событию прошедшей недели. В воскресенье день военно-морского флота России отметили и парадом кораблей Каспийской флотилии, которой в этом году исполняется 300 лет. Десятки кораблей, вертолеты и авиация. В празднике приняли участие и корабли соседних государств. Все подробности зрелищного действия в сюжете по темат Ханаповой. В Дагестанском Каспийске вот уже третий раз проходит парад ко дню военно-морского флота. В этом году масштабы удивляют. На праздник прибыли даже иностранные корабли. Впервые в парадном строю Каспийской флотилии стражевые корабли Азербайджана и два боевых судна Ирана. Общая численность экипажа более 100 человек. Моряки из дружественных прикаспийских стран решили поддержать коллег с профессиональным днем. Парад принял командующий флотилии контр-адмирал Александр Пешков. После чего все увидели, на что способен флот. В случае любой угрозы своей возможности они показали жителям и гостям Каспийска в постановочных морских баталиях. На земле, на воде и в воздухе зрители ждало эмоциональное и красочное шоу. Более 40 кораблей, катеров и судов. К параду была привлечена и авиация. Четыре вертолета Ми-8. Взрыв, эмоции, все красочно, все красиво, гордость за страну. Ну и переживания, и радость, все смешано сейчас в такое время. Ну что делать? Лишь бы это все закончилось, чтобы все мирным путем приехали оттуда. Мне все очень понравилось, особенно когда выступали десанты и когда они стреляли, было немного страшно, но очень даже классно. Отметим, что день военно-морского флота празднуют в последнее воскресенье июля. Главные торжества по этому поводу проходят в Санкт-Петербурге. Наиболее ярко его отмечают также в городах-штабах четырех флотов – Калининграде, Североморске, Севастополе и Владивостоке. А с 2020 года этот список пополнил и Дагестанский Каспийск, куда из Астрахани перебазировалась Каспийская флотилия. Ватиман Ханапов, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Каспийск. В микрорайоне Сепараторный начато асфальтирование 10-й магистральной улицы. Напомним, в этом году в Махачкале асфальтируют более 21 километра улиц и автомобильных дорог. Одна из 38 улиц, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», теперь и 10-я магистральная. Ее протяженность – 400 метров и соединяет она центральную часть микрорайона с его кварталами. Работы будут завершены уже на этой неделе. Чумной пациент. В Республиканском центре инфекционных болезней приняли условного больного бубонной формой чумы. Пациент диагностика под номером 1. Две пробирки для бактериологического исследования с красными крышками под номером 2 и 3. Игла бабочка. Согласно легенде, женщина приехала из Казахстана, где гостила у родственников. Через два дня у нее повысилась температура тела, появился озноб, слабость и головная боль. Учения были организованы Минздравом Дагестана для определения готовности лечебных учреждений республики к возможной встрече с особо опасной инфекцией. В разных городах и районах Дагестана ситуацию с условным больным разыграли уже 10 раз до тонкостей, изучая особенности защитных действий и диагностику больных с чумой, обезьяней, оспой и холерой. Сегодня мы, конечно, отрабатывали правила, технику забора материала от больного с чумой, проведение первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного в приемном покое, в боксах уже, куда госпитализируется больной, и действия медицинского персонала в целях защиты себя от этого опасного инфекционного заболевания. Отметим, что в Дагестане на сегодняшний день не зарегистрировано случаев чумы среди людей, но обеспечена готовность к возможному завозу инфекций из эпидемиологически неблагоприятных регионов. В Республиканском центре инфекционных болезней определены койки специализированного стационара, если вдруг такие пациенты появятся. И о спорте. Магомед Мадиев возглавил вечер профессионального бокса Лиги «Правда» в Дербенте. Матч-реванш дагестанца с Евгением Терентьевым пройдет 4 августа на крепости Нарын-Кала. Для Мадиева поединок станет уже 19-м в карьере. На одной из заключительных тренировок спортсмена побывали и наши корреспонденты. Считанные дни до боя Магомед Мадиев оттачивает свои самые любимые комбинации. Бой 4 августа в Дербенте дагестанский боксер намерен завершить досрочно. Три года назад он уже побеждал у Евгения Терентьева в Москве. После этого, как говорит сам Мадиев, он стал только лучше и опытнее. Я в очень хорошей форме. Всех порадую хорошей, хорошей, зрелищной победой. Я думаю, бой будет очень интересным. Я сейчас намного лучше готов, чем в прошлый раз. И тактически мы по-другому сейчас будем подходить к этому бою. И я думаю, не оставлю шансов соперников. Подготовка к бою была долгой и упорной. Позади сбор в Высокогорье Гунипского района, а также плотный тренировочный график в Москве. В Махачкале работа идет на скорость и взрывные комбинации. За несколько дней до боя задача скинуть оставшиеся 4 килограмма и подойти к поединку в оптимальной форме. Профессиональные боксеры, они всегда готовятся к бою минимум 2 месяца. Первый месяц подготовки, давая физическая нагрузка. Он ее проходил в Гунибе, в Высокогорье. Нормально силовую работу проделали мы там. Он спустился и поехал на спарринг в Москву. Ну, спарринг партнеров намного больше в Москве. Там старший тренер Олипий Дуреев. Ну, мы вдвоем тренируем Магомеда Мадеева. Там подготовили мы и по точке уже здесь, ближе к бою. Реванш с Терентьевым станет для 27-летнего Мадеева уже 19-м в карьере. До этого спортсмен проигрывал лишь один раз. В титульном поединке по версии WBC International в Лондоне судьи отдали победу британцу Феликсу Кэшу. Мы поехали на чужую территорию, уронили соперника во втором раунде. Пытались добить. Тот вообще наглухо держал, даже вместе с ним падая. Судья только один раз дал предупреждение. Раздакое удержание соперника, дисквалификация была. Один-два и сразу дисквалификация. Мы вместе и падали. Потом был нокдаун еще в девятом раунде или в десятом раунде. Там кто разбирается в боксе, кто видел бой, он выиграл бой и не отдали в наглую. И самое обидное, что судья из России тоже отдал большие предупреждения в сторону лондончанина. Он объяснял, что это чужая территория, надо выигрывать нокаутом. Выводы сделаны, проделан большой объем работы. Мадееву надо закрывать это поражение и бой на глазах у родной публики лучше для этого места. Болельщикам приезжайте, смотреть будет очень жаркий, яркий бой. Всех постараюсь порадовать. Всего на вечере бокса на древнейшей крепости Нарын-Кала пройдет 10 поединков. В соглавном бою на ринг выйдет любимец публики кулачных боев Дауд Килибиханов. Также свое мастерство покажут и другие звезды. Курбан Рагимов, Салман Гетехмаев, телеканал ННТ, Махачкала. В селе Карата Ахвахского района открыли новый спорткомплекс. Он представляет собой футбольное поле с искусственным покрытием, двумя игровыми площадками, трибуной, беговыми дорожками и тренажерами. Открыть объект удалось благодаря местному меценату, федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» и нацпроекту «Демография». По случаю открытия спорткомплекса был проведен футбольный матч между воспитанниками местной спортшколы. Символический первый удар по мячу нанес в игре министр спорта Сажид Сажидов. Они заслужили заниматься в таких лучших условиях, которые сегодня есть. И хочу сказать, что этот факот у нас уже, можно сказать, в республике по программе «Демография» уже второй, в мальчиком районе Шамилькала уже сдан, введем в эксплуатацию. Этот у нас второй, и я думаю, до конца года мы еще откроем в Дербенте такой же спортивный комплекс. И поэтому для любителей спорта, для тех людей, кто хочет заниматься, и тут могут не только спортсмены проходить, и, естественно, здесь будет это место досуга для всех жителей, всех возрастов этого селения. И поэтому отрадно, что они смогут находить для себя место и время для того, чтобы поддержать свою, можно сказать, спортивную форму. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях. И до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин